Весы в январе 2018 года перестанут безоговорочно верить всем, с кем им приходится контактировать. И эта избирательность оградит весов от многих проблем, в том числе от предательства и от измены. Вот только жить тонко чувствуя фальшь вам будет достаточно сложно. Так кто же или что внедрит в характер легких непосредственных весов склонность видеть дальше и чувствовать глубже, чем все остальные. А вот за эти качества вам следует благодарить планеты, которые решат стать вашими главными лидерами. Ну и по своей доброй традиции всячески опекать вашу жизнь в середине зимы будет Венера. Венера самая романтичная из планет, и она попытается обучить весов тонкости в восприятии этого мира. Как следствие, чувства весов будут натянуты, как гитарные струны. А вот решать, положительный это или негативный момент, придется лишь весам, с оглядкой на конкретно вашу действительность. Тот факт, что вы стали значительно тоньше чувствовать этот мир, будет спровоцирован не только Венеры, но и ночным светилом. Луна нежданно-негаданно вызовется вас опекать. И эта опека окажется довольно корявой. Так вы будете не раз и не два замечать за собой такие черты, как излишняя самопогруженность и доминирование интуиции над здравым смыслом. И получается, что планеты, которые вызовутся вас опекать, достигнут далеко не самого позитивного результата. Но не стоит пугаться, что во власти Венеры и Луны вы погрузитесь в глубины своего подсознания и окончательно там заплутаете. Так как рядом с вами будет корыстный Меркурий. И пока вы пытаетесь разобраться со всем, что он пошлет вам в виде проблем, к вам сама по себе вернется способность мыслить логично. Вот такую неожиданную поддержку вы получите от своего единственного январского антагониста. В январе 2018 года ВИСАМ рекомендуется быть терпеливее, чтобы переждать трудные моменты и взять курс на новые дела. Не нужно надеяться на скорый результат, иначе вы сами испортите то, что запланировали. А желтая собака подкинет ВИСАМ несколько шансов на успех в делах, но за них в январе нужно крепко уцепиться. В противном случае шансы уйдут к более настойчивым и упорным коллегам. В январе ВИСАМ нужно быть уравновешенными эмоционально, чтобы не потерять позитивную энергию и силу духа. Если некоторые проблемы из прошлого так и остались нерешенными, то лучше не браться за них в начале января. В январе не все удастся превозмочь ВИСАМ легко и быстро. Хотя и приятных новостей и положительных моментов собака подбросит немало. А для того, чтобы сделать карьеру и занять достойную должность, нужна целеустремленность. В январе для ВИСАМ приготовлены сюрпризы и в рабочей и личной сфере. Смотрите вперед уверенно. Тогда даже глобальные планы будут реализовываться. Также ВИСАМ нужно развиваться духовно, учиться и укреплять авторитет в обществе. А в период новолуния 17 января и полнолуния, это 2 и 3, 31 января, не рекомендуется ВИСАМ совершать операции с деньгами и заключать какие-либо контракты. Если ВИСАИ давно трудились над каким-то крупным проектом, то в январе 2018 года они получат за него хорошее вознаграждение. Попробуйте постараться отдохнуть, отвлечься от проблем и наполниться вдохновением. В январе 2018 ВИСАМ советуется легко тратить финансы, особенно на близких людей и домашние приобретения. А в середине января даже можно взять путевку в страну, где тепло и солнечно. Кстати, в путешествия ВИСАМ советуется лучше поехать с избранником, так как вместе с ним вы не только замечательно отдохнете, но и поправите свое здоровье. Вот только в путешествии следует с осторожностью вкушать заморские блюда, так как возможно отравление. В январе 2018 ВИСАМ не придется сильно переживать за свое здоровье. Но это будет только в том случае, если вы будете лечиться у врача, а не по советам соседей бабушек и друзей. Если у кого-то из ВИСАМ имеются хронические болезни или непонятные симптомы, то пройдите обследование и сдайте все анализы. В январе 2018 ВИСАМ рекомендуется укреплять иммунитет, пропить курс витаминов и делать физзарядку. А в зимний период на вашем столе обязательно должны быть овощи, зелень и фрукты. Отличным вариантом закаливания будет баня, сауна и бассейн. В 2018 году в январе ВИСАМ советуется обратить внимание на свою нервную систему. И если она у вас легка расшиталась, то не принимайте сразу же транквилизаторы и сильные лекарства. Вам нужно найти хобби по душе и приводить в порядок психическое состояние постепенно. А в этом вам поможет вышивание, цветоводство и даже роспись по стеклу подойдет ВИСАМ. Также чаще рекомендуется бывать на природе даже в морозную погоду. Лыжи, коньки и санки перенесут вам море радости и бодрости. Главное, чтобы гармонизировать свое физическое и душевное состояние. Хороший эффект ВИСАМ могут принести йога, индийские танцы и пилатес. В январе 2018-го для ВИСОВ припасли парочку советов от наставника желтой собаки. Она-то уж точно знает, как быть здоровой, крепкой и оптимистичной. ВИСАМ нужно абстрагироваться от рутины и бытовых хлопот, чтобы разнообразить свою жизнь. И не бойтесь браться за все новое и неординарное. Тогда ваше самочувствие вас не подведет. Главное, чтобы ВИСЫ в январе не бросали ничего, начатое на полпути. Результат от посещений тренажерного зала появится лишь через 3 или 5 месяцев. Поэтому ВИСАМ нужно упорно заниматься. А тогда и фигура будет на зависть топ-моделям, и никакие болезни зимой к вам не пристанут. В январе 2018-го года звезды ВИСАМ обещают стабильное положение в финансах. Несмотря на то, что праздники съели много денег, вы все равно в убытках не останетесь. А многие мечты ВИСОВ и планы успешно притворятся в работу. А значит, прибыль ожидается крупная. ВИСАМ даже можно слегка рискнуть и вложить средства в выгодное предприятие. Но только нужно заранее все проверить и просчитать, чтобы не оказаться в минусе. Также ВИСАМ советуется без опаски прогореть, браться за любые начинания. Если вы чувствуете, что в январе 2018-го года дело пахнет деньгами, то не отдавайте его никому. Но желтая собака предупреждает слишком авантюрных весов быть осторожными с переводами и вкладами, так как возможны мошенничества и кражи, что в январе 2018-го года может плохо повлиять на финансовое положение. Доводите любые дела до конца и не беритесь сразу за все предложения. Если вам понадобится помощь друзей или родственников, то не отказывайтесь от нее. Также гороскоп для весов приготовил немало ярких перемен. Но только после активной работы вы сможете отдохнуть и планировать путешествия. Возможно, что клад с золотом весы не найдут, но интуитивно поймут, в каком направлении им нужно копать, чтобы разбогатеть. В январе 2018-го года весам советуют быть внимательным с теми, кто завидует и сплетничает за их спиной. Возможно, что это происки конкурентов. И если вы решили открыть отличный бизнес, то держите в секрете все то, что помогает вам укрепить свои позиции на рынке. В январе 2018-го года весы могут познакомиться с человеком, чье влияние в обществе бизнесменов и политиков очень значимо. Только полагайтесь в трудные минуты на себя и свои силы, а не на тех, кто вам обещает мешок с деньгами и дом в Альпах. Благоприятные дни в январе для весов – это 7, 9, 13, 25 и 29 января. А неблагоприятные дни – 14, 19 и 26 января. В январе 2018-го года весов ожидает романтичное и яркое время, которое бывает лишь весной. Столько ухажеров и почитателей у вас точно еще не было. И что же требуется от весов? Это лишь мило улыбаться, открыто общаться и знакомиться с новыми людьми. А если весы родились в период с 24 сентября по 3 октября, то они уж точно без поклонников не останутся. Только действуйте сами и не ждите у моря погоды. И еще совет от собаки – усмирите ревность и эгоизм, чтобы не спугнуть достойного человека. Весам нужно быть уступчивее, терпимее и добродушнее. Вот тогда личная жизнь в январе заиграет новыми красками. Не бойтесь признаться в любви тому, кто это вполне заслуживает. Ну а если влюбитесь с первого взгляда, то благодарите Купидона за меткость и щедрый подарок судьбы. Январь 2018 года для весов, которые родились с 4 по 13 октября, предсказывает интриги и авантюры. Только учтите, что разнообразие и легкомысленные связи – это не одно и то же. Со стороны любимого человека весы услышат официальное предложение. И тогда уж сами решайте – соглашаться на брак или пока еще ходить холостым или свободной. Учтите, если вы поспешите со свадьбой, то никого не насмешите, но себе хлопот и забот заметно прибавите. Поэтому весы слушайте не только сердце, но и голос разума. Те весы, которые родились в период с 14 по 23 октября, им рекомендуется кокетничать и флиртовать на все стороны. Именно так вы сможете встретить своего человека и начать серьезные отношения. Гороскоп на январь 2018 года весам обещает знакомство со второй половинкой, с которой сначала завяжется дружба. Ну а там и до глубоких и, главное, искренних чувств – недалеко. Собака советует вить гнездо, пока не поздно. Не ищите в толпе идеала, ведь вы и сами несовершенны. А в семейной жизни у весов ожидается пополнение – доголжданный малыш. В январе 2018 года весам придется укреплять финансовое положение стремительными темпами. Благоприятный месяц для перемен во внешнем образе. Весам можно смело экспериментировать с прической, гардеробом и даже маникюрем. Субтитры создавал DimaTorzok